32-ю годовщину отметил на днях в кругу семьи звезда российских сериалов Павел Прилучный, известный своим вспыльчивым и раздражительным характером, который, по слухам, очень мешает ему в личной жизни. Неудачные романы артиста «Дебоши из ссоры с женой» сегодня на канале Сплетники. Павел Прилучный считается одним из самых рейтинговых актёров нового поколения. Участие в сериалах «Закрытая школа» и «Мажор» сделали его настоящим любимцем миллионов зрителей. Узнаваемость пришла к нему практически с первых же ролей, дебютными были сериалы «Школа номер один», «Паутина» и «Клуб». Широкая известность пришла с ролью в фильме «На игре», а после выхода сериала «Закрытая школа» Павел и вовсе стал кумиром миллионов зрителей. Не успела утихнуть шумиха после «Закрытой школы», как Прилучный вновь засветился в криминальной драме «Мажор» и его назвали открытием года. Сыграв массу разноплановых ролей в кино и сериалах, он попробовал продюсировать собственный проект в клетке и считает, что он получился очень неплохо. В 2009-м писали, что он чуть не женился на американской актрисе Ники Рид, снимавшейся в «Сумергах», и даже собирал чемодан в Лас-Вегас на свадьбу. Но в Голливуде, видимо, своих женихов хватает, и свадьба не состоялась. Потом Павел некоторое время встречался с внучкой известного советского актёра Леонида Каневского Ренаты Петровской. Роман продлился недолго, им удалось расстаться, сохранив хорошие отношения. А главную любовь своей жизни Павел встретил на съёмках сериала «Закрытая школа». По сценарию героев Прилучного и Муцинеицы вспыхнули взаимные чувства. Даже коллеги не сразу догадались о том, что экранный роман перешёл в реальность. Предложение руки и сердца Павел сделал Агате на первом же свидании, но девушка не приняла его слова всерьёз. Пришлось повторять ей несколько раз. И тогда Прилучный услышал долгожданное «да». Поклонники были счастливы за кумиров, делившихся радостными новостями. Вот звёзды закрытой школы ждут появления на свет первенца, затем строят загородный дом для малыша, вместе работают. Рождение сына Тимофея стало праздником для родных и знакомых пары. Но было ли всё действительно идеально, или же артисты просто не выносили ссоры из избы? Тревожный звоночек прозвучал летом 2015-го, когда Агата откровенно заявила в интервью, что часто ругается с мужем из-за его взрывного характера. Быстрого перемирия за скандалами не следовало. Страсти кипели, как в мексиканских сериалах. Павел отмечал, что раз десять планировал уйти из семьи, но затем остывал. С рождением дочери Мии Прилучный не стал спокойнее наоборот, всё чаще ревновал супругу и устраивал ей скандалы. Пришли домой, подрались, били посуду. Паша кричал, что завтра же подаст на развод. Вспоминала один из конфликтов Агата. Я молчу долго, но когда совсем допекут, отвечу так, что мало не покажется. Но постепенно терпение Агаты со временем начало заканчиваться. Закрывать глаза на раздражительность и вспыльчивость супруга было трудно. Всё чаще на её странице появлялись посты о тяжёлом периоде в жизни, и поклонники гадали, разведутся ли кумиры. Наш брак стоит на паузе, решим мы эту проблему или нет, неизвестно. Большая просьба уважать нас и не забрасывать вопросами, написал ему цинеце. Что же послужило причиной разлада, после которого Агата отправилась к родным в Ригу, а Павел с головой ушёл в работу, чтобы отвлечься от проблем? Паша часто даёт жене поводы для ревности, рассказывали их знакомые. Может пропасть и не отвечать на звонки, например, остаться ночевать где-то после съёмок или вечеринки. У него даже случались мимолётные увлечения. Но супругам удалось преодолеть кризис в отношениях. Агата поясняла, что на время расставалась с возлюбленным из-за разницы темпераментов. По её словам, Павел ей не изменял, как предполагали многие знакомые. И только поклонники обрадовались, узнав о примирении актёров, как появилась информация, что перед прошлым Новым годом Павел поднял руку на жену. Агата всё отрицала, но сотрудники МВД Московской области подтвердили, что наряд выезжал на адрес Прилучного. Вечером, 28 декабря, на пуле дежурного поступило сообщение от девушки, которая рассказала, что на соседнем участке мужчина избивает свою жену, сообщили представители органов. Прибывшие на место сотрудники полиции провели беседу с мужчиной и женщиной. Последняя отказалась писать заявление на мужа. Агата была возмущена и по-прежнему твердила, что Павел никогда не поднимал на неё руку. Однако вскоре ей пришлось столкнуться с новыми слухами о муже. Он устроил пьяный дебош в стриптиз-клубе. Не мог ходить, снимал штаны и говорил, что уже почти не женат. Долго не мог расплатиться, счёт был на 30 тысяч рублей. Его бросил водитель, он хотел забрать девушек с собой. В общем, мерзкий тип очень, рассказывал работник клуба. Агате не оставалось ничего, кроме как отказаться от комментирования ситуации. Она признала, что давно не воспринимает подобные домыслы всерьёз. Новый скандал с участием Павла прогремел в прошлом мае. Актёр заночевал в автомобиле соседки. Женщина сняла на камеру мобильного, как артист отказывается покинуть её транспортное средство. Потом оказалось, что это какая-то промо-акция для привлечения внимания к его сериалу в клетке. В последнее время Прилучный много работает. Жалеет только об одном, что пропустил столько важных событий в жизни детей. Но, несмотря на худшие предположения хейтеров, Прилучный сохранил брак и по-прежнему считает семью главным приоритетом. Вот такая история. А вам нравится Павел Прилучный как актёр? А как семьянин? Пишите, что думаете по этому поводу в комментарии, вступайте в наши группы в Инстаграм и Телеграм. Там все свежие новости, которых не будет на Ютубе. Все ссылки под видео.